В этом году российская компания Яндекс, которая, как и многие другие успешные компании, зарегистрирована почему-то не на родине, очень тщательно подвела итоги уходящего года по нескольким номинациям, в том числе и людям, о которых спрашивали чаще всего. Подсчет основан на поисковых запросах пользователей Яндекса за 2018 год. Сегодня на канале сплетники «Кто эти люди и почему они так волновали жителей России?» Не забудь подписаться, чтобы не пропустить новые видео. На первом месте оказался Игорь Акинфеев. Чаще всего искали фоточки его семьи и возраст. Интерес естественно связан с прошедшим в России летом чемпионатом мира по футболу. Его игра не оставила равнодушных, так же как и его заявление об уходе из сборной. На втором месте Хабиб Нурмагомедов, который приковывал их к себе интерес весь октябрь. Все из-за боя за чемпионский титул в легком весе UFC с ирландцем МакГрегором. Огня добавила драка после боя и шум вокруг бойца после, когда ему грозили не выдать гонорар и пояс. Яндекс говорит, что особенно часто искали фотографии его жены, где ее собственно совершенно не видно. На третьем месте еще один футболист – это Артем Дзюба. Он отлично показал себя на чемпионате, забив гол в матче с Египтом. После проигрыша российской сборной Хорватии дал интервью, благодаря которому нашим футболам снова начали гордиться. Президент Хорватии Калинда Грабар-Китарович покорила сердца россиян во время прошедшего футбольного чемпионата. Она поздравляла сборную Франции под проливным дождем, очень активно болела за свою сборную и оказалась просто красивой женщиной и грамотным политиком. На пятом месте опять спортсменка Алина Загитова. Зимняя Олимпиада для России была сложной в связи с обвинениями в допинге и запретом выступления под флагом страны. Но и в этих условиях 16-летняя Алина завоевала золото в женском фигурном катании. В начале года отгремел необычный скандал. Известная эскортница Анастасиева Шукевич по кличке Настя Рыбка подробно рассказала в своем инстаграме, как отдыхала с олигархом Олегом Дерипаско и заместителем Медведева Сергеем Приходько. С фоточками и не только. Потом было бегство из страны, суды над рыбкой, которую выиграл Дерипаско, что неудивительно. И сейчас она все еще сидит в таиландской тюрьме. На седьмом месте фигуристка Евгения Медведева, которая чуть уступила Загитовой на зимней олимпиаде. Ее титул и решительный характер сделали ее очень популярной, в том числе и в социальных сетях. Один из лучших игроков нашей футбольной сборной Денис Черышев занимает следующее место. Интересно то, что начал он со скамейки запасных, а закончил одной из главных звезд чемпионата. Это действительно настоящая история успеха уходящего года. Предпоследнее место в интересах россиян в этом году занимает еще один иностранец Месси. Несмотря на то, что Аргентина быстро вылетела с чемпионата, он остался одним из самых любимых и популярных футболистов. И последнее, десятое место занимает бывший губернатор Аман Тулеев. После мартовской трагедии в торговом центре Зимней Вишни он подвал в отставку. И вроде бы правильный поступок, вот только даже после отставки он продолжает получать губернаторскую зарплату и за ним сохраняются губернаторские привилегии. Вот к таким персонам был массовый интерес в этом году. Со статистикой трудно спорить, она позволяет точно увидеть, кто был действительно популярен, а кто только рассказывает о своей невероятной известности и востребованности. А вам хотелось бы кого-то добавить в этот список? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайк, если понравилось видео, вступайте в наши группы в Инстаграм, Вконтакте, в Телеграм, где удобнее будет вам все ссылки под видео. Субтитры создавал DimaTorzok